С 1 февраля начинается приемная кампания по зачислению детей в первый класс. Для родителей этот период достаточно беспокойный, поскольку связан с переживаниями не только о том, где будет учиться ребенок, но и как не пропустить сроки подачи документов. Самые активные родители когда-то пытались даже организовывать живые очереди в школы и гимназии, а другие использовали более продвинутый способ и записывали своего ребенка через интернет. Где очередь двигалась быстрее, какой способ наиболее эффективный и нужно ли усиливать родительский контроль? Это у нас в студии Есения Кулагина, начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области и Иван Боровых, начальник управления информационного обеспечения системы образования регионального центра оценки качества и информатизации образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что сегодняшним школьникам совсем даже не позавидуешь. То есть уже не потеряешь дневник, не исправишь оценку и даже не сотрешь замечания учителя. Не много ли такого родительского контроля, нет ли здесь перегибов каких-то? Как любое явление, оно имеет две стороны, да, или медали. Безусловно, если воспринимать существующий электронный сервис, а мы говорим прежде всего об электронном дневнике в данном случае, да, или электронном журнале, если воспринимать это как функцию контроля, родительского контроля, конечно, это может быть не совсем приемлемо для ребенка. Но идея внедрения данной информационной системы состояла прежде всего в том, чтобы предоставить родителям своевременную, актуальную и оперативную информацию о качестве знаний их ребенка. Для принятия, во-первых, соответствующих и необходимых и своевременных мер контроля, в том числе, принятия мер для повышения успеваемости, улучшения успеваемости, вот принятие необходимых мер, и в конечном итоге это должно работать на обеспечение определенного уровня качества образования. Вот если все-таки какие-то данные о том, как информатизация повлияла на качество образования, то есть вот что видят учителя и что видят родители? Здесь в любом случае какая-то разная оценка, да, может быть? Если говорить про качество, здесь, опять же, в первую очередь, это оперативность принятия решений, в том числе, от управленческих, да, то есть если раньше процесс от проведения контрольной работы до проведения какого-то анализа, да, занимал достаточно длительно, пока собрали результаты, пока их обработали, когда все было на бумаге, да, передали, значит, по одной инстанции, по другой, длительный, цепочка, длительный процесс. То есть сейчас система позволяет, ну, во-первых, повысить скорость обработки, результатов реагирования, и второй момент, система позволяет увеличить объем данных, которые обрабатываются. То есть если мы раньше просто ставили оценку 1, 2, 3, 4, 5, да, то сейчас система позволяет через систему кодификаторов, да, выводить среднее число, например, да, анализировать детально, то есть конкретно, какой компонент западает у каждого ребенка. То есть можно проанализировать не в целом, да, вот он умеет решать уравнение или нет, а можно внутри уровня, да, что во время решения уровня, что именно, у него просто математический, да, навык обычных арифметических действий хромает, либо он действительно не знает каких-то базовых определений, правил и так далее. То есть более такой многоаспектный подход к решению задач, к анализу результатов деятельности учащихся. А вот какие еще новые услуги вводятся вот в так называемом сетевом городе? Или будут вводиться в ближайшее время? То, о чем мы уже говорили, это дневник, очередь дошкольная, первый класс, да, заведение, это вот те услуги, которые востребованы потребителями, да, услугами, да, гражданами, родительская общественность, прежде всего. И есть целое направление автоматизации деятельности, которое больше знакомо, наверное, педагогическому сообществу. Я думаю, что на сегодняшний день уже каждый педагог знает, что пройти аттестацию на присвоение квалификационной категории можно в электронном виде, не выезжая никуда из своего населенного пункта, из своей школы, не представляя большие пачки бумаг, подтверждающие, да, заслуги и достижения, а используя систему аттестации педагогических кадров. О чем мы говорили, получить оценку своей работы, например, по какому-то предмету, потому что это тоже литература или математика. В том числе. Еще одно направление связано с автоматизацией, например, контрольно-надзорной деятельности. Или тоже вопрос, который, возможно, представит интерес для широкого круга потребителей услуг, лицензирование образовательной деятельности. Не секрет, что существует электронный реестр выданных лицензий, и широкий круг желающих, заинтересованных лиц может посмотреть, какая лицензия, на какой вид образовательной деятельности есть у того детского сада, школы или организации профессионального образования. Вот у меня, знаете, возникает вопрос. Все-таки у педагогов, у преподавателей, у них это дополнительная работа, потому что заполнить всю вот эту электронную систему, это тоже достаточно много времени занимает. Насколько это трудоемкая деятельность? Очень обоснованный тоже правильный вопрос. В данном случае тоже нужно понимать, мы такую работу тоже пытаемся проводить и среди эротической, и педагогической общественности. Это не должно стать увеличением административной нагрузки. Это выполнение одного и того же функционала, только в разных формах. На бумажном носителе или в электронном виде. Так вот, в каком формате работать, это решение принимает образовательная организация. Понятно. Ну и здесь я дополню, если говорить, например, по аттестации педагогических работников, в принципе, при обычной процедуре аттестации педагогу в любом случае необходимо собрать этот пакет документов. Его нужно заполнить, его нужно подготовить, оформить и так далее. То есть приблизительно тот же самый объем работы. Сейчас все эти документы нужно то же самое, только вместо того, чтобы сложить в папочку, их нужно загрузить в систему. То есть объем работы, скажем так, не увеличивается. Ну а теперь перейдем как раз к теме зачисления в первом классе. Я так понимаю, в феврале начнется только первый этап этой приемной кампании. Что это означает? Приемная кампания в первый класс состоит из двух этапов. На первом этапе принимается заявление по месту жительства. То есть родители имеют право выбрать только одну школу. То есть та школа, которой они закреплены. То есть каждое управление образования ежегодно издает приказ о закреплении микроучастка. То есть за каждой школой закреплен микроучасток. Этот период длится с 1 февраля до? Вся приемная кампания длится с 1 февраля до 5 сентября текущего календарного года. Но прием по второй волне начинается не позднее 1 июля. Но если школа завершила прием заявлений по своему микроучастку, она вправе начать прием заявлений не по участку ранее 1 июля. И опять же, это решение принимается образовательной организацией. И за информацию нужно обращаться на сайт или на информационный стенд конкретной школы. То есть если появились свободные места, незаполненные в конкретной территории, то это образовательное учреждение уже объявляет об этом у себя на сайте. И нужно просто за этим следить. С сайта, информационные стенды в образовательной организации. А в чем еще особенность предстоящей приемной кампании? Особенности, наверное, две. Первая особенность, она не новая. Второй год мы проводим предварительно так называемую тестовую приемную кампанию. Задача этой тестовой кампании – познакомить родителей общей системой с формой подачи заявления, посмотреть, какие поля заполняются. И просто снять некий эмоциональный страх перед информационной системой, перед компьютером у кого-то и так далее. Но я так понимаю, что она уже идет сейчас, вот эта тестовая. Да, она традиционно начинается в декабре и закончится 18 января. Вот буквально уже. Да, особенность в том, что вот эти заявления, поэтому называются тестовые, заявления никуда дальше не поступают, то есть в реальную систему. И, соответственно, с 18 января будут удалены. Есть какая-то статистика уже? Статистика есть. На сегодняшний день приблизительно 1600 заявлений подано в тестовую кампанию. И здесь у нас абсолютный лидер – это город Снежинск. Приблизительно 550 заявлений подано по всей области. Это в городе Снежинске. Что будет после 18 января? После 18 января мы на портале будет вместо кнопки тестовой приемной кампании появится приемная кампания в первый класс. И кто был, например, на первых позициях, вдруг скатится на последний? Нет, нет, нет. То есть тестов она никак не связана. То есть просто обнулиться, система обнулиться. И начинается все сначала. Да, и появится интересный момент, появится в каждом муниципалитете некий счетчик, обратный отчет, потому что каждый муниципалитет самостоятельно определяет сроки подачи заявлений на начало приемной кампании. То есть по закону приемная кампания должна начаться не позднее 1 февраля. Да, подавляющее большинство 1 февраля и стартует. Но есть муниципалитеты, которые чуть раньше, 22-го, есть 23-го января начинают приемную кампанию. Это тоже надо следить в том числе и на нашем сайте. То есть 19 января, грубо говоря, появится информация прямо с точной датой и временем. Время тоже отличается. Кто-то в 8 утра начинает принимать заявление, кто-то в 9. То есть в зависимости от рабочего дня. И вопрос все-таки вот эти живые очереди. Если вдруг родители захотели попасть действительно в какую-то конкретную гимназию или школу, вот эти живые очереди, где будет двигаться быстрее очереди? В онлайне или все-таки? Да, на самом деле разделения очереди нет, очереди на единое. Когда родители, конечно, не отменяет право родителя прийти и подать заявление лично в ту образовательную организацию, которую он выбрал. Особенность в том, что сотрудник, который принимает заявление, он тут же эти данные точно так же вносит в эту же самую информационную систему. И, соответственно, очередь, она единая. Дата подачи заявления учитывается с точностью до доли секунд. Но все-таки онлайн, я так понимаю, все равно быстрее получается. Ну, конечно, да. Вы понимаете, вопросы очень правильные и актуальные в преддверии старта приемной кампании. И здесь очень важно действительно предостеречь родителей, либо снять определенную социальную напряженность. Уровень школьного образования – это единственный уровень, который гарантирован и обязателен в нашей стране. Можно не посещать детский сад, можно не посещать дополнительное образование или не получать профессионально. Но получить школьное образование, общее образование обязан каждый гражданин. И гарантировано это образование в нашей стране и в Челябинской области в том числе. Вот эта ситуация с электронной очередью, она тоже не совсем правомерна применять этот термин. Очереди в школу не существует. Место в школе гарантировано каждому ребенку. Внедрение вот этого сервиса подачи электронного заявления имеет цель только как раз повышение удобства и доступности этой услуги. Не приходить в школу на каком-то этапе подачи заявления, хотя потом нужно будет прийти и принести документы в бумажном варианте, но уже имея направленное ранее заявление. И в этом смысле родителям нужно, наверное, тоже понимать, что место гарантировано в любом случае. Но опять же, приоритетно те дети, которые закреплены за этой школой, а потом уже да. Если не получается попасть в школу, выбранную не по участку, нужно понимать, что на участке место есть всегда. В школе, которая закреплена за этим участком. Общая образовательная подготовка будет обеспечена каждому ребенку, разумеется. К сожалению, недопонимание вот этого момента является истоками вот той социальной напряженности, живых очередей, которых вы говорите. И каких-то домыслов. Которых до некоторых домыслов, да. Конечно, это нужно понимать. Ну, я думаю, что будет все понятно, и выводы наши родители сделают. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, что об особенностях приемной кампании по зачислению в первый класс мы говорили с Есенией Кулагиной, начальником отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области, и с Иваном Боровых, начальником управления информационного обеспечения системы образования регионального центра оценки качества и информатизации образования. С вами была Марина Кленова и программа «Есть вопросы». Субтитры создавал DimaTorzok